И здравствуй, дорогие друзья, с вами снова я, Андрей Хорейс, добро пожаловать на новое видео по F1 2020. И сегодня у нас очередной Last 2 Challenge, уже второй Last 2 Challenge. В прошлый раз мы катали из-за Себастьяна Фетеля в Австрии, и там мы приехали вторыми. Но на этот раз у нас будет Макс Верстапиан, и это будет Венгрия. Трасса длиной 4381 метр, имеет 14 поворотов, 2 зоны ДРС, и да, я ее ненавижу, потому что по факту одно обгонное место в первом повороте, и все, да. И дальше кого-то как хочешь обгонять, особенно на крыльях 8-11, что было огромнейшая ошибка, потому что по факту тут нужны крылья 6-10, потому что, ну, 8-11 это прям слишком много оказывается. Да, в поворотах мне было мега комфортно, мега приятно, также у нас еще будет альтернативная тактика с медиумом с переходом на софт, но навряд ли она прям очень сильно оправдается, потому что, ну, на медиуме поддерживать темп по новых медиумов у Мерседеса будет сложнее. И стартовая решетка Граунтри Венгрии, у нас Льюис Хэмилтон на поле, дальше Вальтери Боттс, ничего удивительного, дальше Алекс Албон, Себастьян Феттель, Шарли Клер и Дэн Виккердо, Карла Сайенс, Ландо Норрис, и Серхио Переца с Заваном Иконом замыкает топ-10. Я, ну, как по идее, и должен стартовать с 20-й позиции, так и стартую, и опять-таки альтернативная тактика. Опять-таки, настройки прям вообще выдумал из головы какие-то, по факту они с прошлой формулы, кроме крыльев. Ладно, короче, попытаемся как-то прорваться, переделал тактику на медиум софт, потому что, ну, так мне не прорваться. Ну, и, в принципе, слил топливо, и больше ничего, в принципе, не делал, просто отправился стартовать, ну, и, в принципе, погнали. Гасса не стартует Гран-при Венгри, стартую я достаточно хорошо, учитывая то, что на медиум подрубаю кнопку обгона, прям полетел, и, конечно же, делаю дайв-бомб в первый поворот, и, да, он не такой уж и массивный дайв-бомб, как в Австрии. И пока что я выхожу только на 15-ю строчку, но так как дальше прямая, как бы, да, я начинаю проигрывать все, но по внешней траектории я могу за счет же аэродинамики, да, аэродинамика, я могу удерживаться как-то по внешней траектории. Передо мной Гасли ведет борьбу с Кимми Райканеном, мне вот Гасли чуть крыло не сломал, и не такими темпами я уже вышел на 13-ю строчку. Передо мной еще и Данил Кви, от которого тоже бы надо пройти, опять-таки обогащенка, и тоже атакую я в Шикане. И, опять-таки, его легко прохожу, выхожу уже на 12-ю строчку, передо мной уже 11-я строчка на Лайси Строли. По повтору старта у нас, в принципе, ничего особенного не было, у нас также Мерседесы поехали уже в отрыв, в глубочайший отрыв, там на старте им понавязали конкуренцию, но все-таки, да, Ботас пытался, пытался, но Льюис все-таки сильнее оказался. Ладно, продолжаем вот нашу гонку, продолжаем погоню за Стролом, и да, это будет очень-очень сложно, потому что передо мной рейсинг-поинт на моторе Мерседес, который очень-очень быстр, и будет очень сложно на Хонде с крыльями 8-11 как-то тягаться с рейсинг-поинтом, который всегда быстр на прямых, с мотором Мерседес, и, скорее всего, крыльями 5-6, когда холдсетап. А, Вальтер Ивовсон заканчивает первый круг лидером, но это, конечно же, ненадолго, но я, в принципе, пытался что-то сделать с Лэнсом Стролом, попытался сделать дайв, но ничего не получилось, только после второго сектора я как-то смог по внешней траектории его пройти, и то за счет того, что он зачем-то начал защищаться. Просто за пределами трассы его прошел, но, в принципе, в реальности реальный пилот, они не лучше. Также по внешней траектории просто объехал Акона, так я думал, но потом началась что? Прямая, когда я сжимаю кнопку обгона, потому что 20% уже, кстати, она вообще не заряжается. То становится как-то немного грустно, потому что, да, меня чуть еще снесло на него, и я чуть не сломал крыло. И все-таки поздним торможением еле-еле в второй поворот я его смог пройти. И дальше у нас Карла Сайнс, которого я тоже пытаюсь пройти по внешней траектории, как и Акона, но тут уже все немного более лучше становится, потому что я уже на выходе прямой был впереди. Но, так как дальше, что? Правильно, прямая. Значит, он может меня обратно проходить, что практически и произошло, но за счет после его торможения я его смог все-таки пройти и выйти уже на девятую строчку. Дальше Ланда Норрис, которого тоже я обгоняю по внешней траектории в последнем повороте, беру на рейт-ку от Переса и уже отправляюсь в погоде за Пересом. Также у нас начинаются пикстопы, и я выхожу уже на пятую позицию. Там Вальтер Боллс у нас заезжает за медиумом, ну а Льюис Хэмильтон заезжает за хардом. Перес был очень медленный в поворотах, я его пытался пройти дайвомбом, но он не закрыл траекторию, в принципе, и правильно сделал. Ну и, в принципе, он хорошо, что отправился на пяты, и я вышел уже в лидеры данного этапа. Хэмильтон у нас на хард приходит, напомню, прям гений тактики. Все переходят на медиум, он на хард. Ммм, как молодец, прям. Ну и на 12-м круге уже моя очередь. Уже 6 секунд Хэмильтон ко мне подъехал, несмотря на свой хард. Там, да, в принципе, Вайдер Боллс был не так уж далеко, но, да, как бы... Какой ботас навяжет борьбу Хэмильтону? Вы чё? Ну, в принципе, ставим софт, а значит, сейчас будет просто эти 6 кругов фул атак. У нас ЕРС-ки ноль, потому что она тут вообще не заряжается. На будущее всем тем, кто будет кататься в Венгрии, пожалуйста, не разряжайте ЕРС. У нас тут очень сильно, прям очень сильно расходуется. На 14-м круги вот в начале 15-го, во-первых, поставил лучший круг, во-вторых, и я догнал две Феррари, и, в принципе, дайв-бомбом попытался пройти Феттеля. Да, было очень далеко, но я его смог пройти, да, с контактом, но это потому, что он закрыл калитку. Дальше Шарлик Лер, которого я попытался пройти в Шикане дайв-бомбом. Опять-таки, немного по-свински зацепились на друг с другом крыло, никто не сломал, но тут нам не хватило места, и он немного отправился в разворот. Было бы ироничнее, если это был бы Феттель. Также уже впереди и Албан, но, опять-таки, я свинья, потому что, ну, да, Крылья 8.11, здравствуйте. Ладно, в принципе, Шарлик Лер потерял только одну позицию. Ну и на 17-м круге попытался уже сделать дайв на Албана, что мне не получилось, получилось так же, как и с Пересом. Но дальше у нас прямая, на прямой у нас все печально, но есть же дайв-бомб, правильно? Правильно! Есть хороший выход из последних поворотов, наверное, надеюсь. Но, по факту, он выходит лучше. Да, у меня есть ДРЖС, у меня есть все, но, да, что-то это не сильно помогает. ЕРС-ки просто тупо нет, ну и по этим торможениям, мне еще и повезло, что он заблокировал покрышечку, я выхожу на третью позицию. И на этом все. На этом у нас закончилась гонка 25%. Я не смог подъехать ближе, потому что, ну, потому что это невозможно. Софт уже порядком износился, а вот там ваши Мерседесы на хардах едут быстрее, чем я. Ладно. Я гонщик дня, в принципе, неудивительно. Макс Верстаппин с 20-й на 3-й. Посмотрим, может быть, кто-то в сегодняшней гонке сможет это повторить. Я надеюсь, что я успею туда гонки выпустить, очень надеюсь, потому что я это сейчас озвучиваю в 13.36. Да, и сегодня воскресенье. Дубль Мерседесов. Прям гениально, что сказать, в принципе, неудивительно, ни капли неудивительно. Как стартовали с первого ряда, так и закончили. Причем в том же порядке, несмотря на кибертактику Льюиса Хэммитона с переходом на хард. Даже он заехал на круг позже, он все равно выбрал харда. Хотя, вот он на шестом круге заехал за медиумом. Ладно, это все, я говорю, полный бред, потому что... Ладно, не буду ничего рассказывать. Короче, у нас заканчивается церемония подиума. Вы сейчас посмотрите результаты, но я буду уже плавно прощаться, потому что, ну, надо мне кое-куда уходить уже прям скоро. И надо поставить видео на рендер. Ладно, на этом не могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрей Харейс. Всем удачи, всем пока. И до встречи в следующих роликах. В принципе, они на следующей неделе будут, но, скорее всего, не каждый день. Может быть, 3-4 ролика на следующей неделе. Ну, а так, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok